В Законодательном собрании Ульяновской области состоялось очередное 47-е заседание. Одним из главных вопросов стало внесение изменений в закон Ульяновской области на 2021 год. За счет роста доходной части областной казны на 515 миллионов рублей, расходная часть увеличилась более чем на 981 миллион рублей. Эти средства депутаты решили направить на заработную плату бюджетников меры социальной поддержки населения, содержание школ. Данным законопроектом средства будут направлены на выплату заработной платы с начислениями 690 миллионов рублей, обеспечения мер социальной поддержки 286 миллионов рублей и перераспределение оставшейся части дотации в сумме 200 миллионов рублей дотации сбалансированных для выплаты заработной платы муниципальных образований. С таким предложением согласилось большинство депутатов, в том числе и представитель фракции ЛДПР, председатель Комитета по промышленности, строительству, энергетике, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Играчев. Наша общая задача, да, к концу года все взятые на себя социальные обязательства выполнить. Правительство Ульяновской области внесло в законодательное собрание проект бюджета на 2022 год. Главный финансовый документ региона будет рассмотрен депутатами в первом чтении через 10 дней. Расходную часть бюджета будут рассматривать еще в течение месяца. Суммы, которые поступят в регион из федерального бюджета, станут известны только в декабре. В связи с этим депутаты вновь внесут изменения в бюджет 2022 года после поступления актуальной информации. Итоговые цифры бюджета на 2022 год будут известны к 15 декабря. Именно тогда мы узнаем, какие средства будут предусмотрены на функционирование всех отраслей экономики региона. Изменения касаются корректировок по заработной плате, по территориальному фонду обязательного медицинского страхования. Туда поступает дополнительные 600 миллионов рублей, в том числе они будут использованы для борьбы с коронавирусом. Парламентарии также обсудили ситуацию, связанную с достройкой домов обманутых дольщиков. Застройщикам, которые взяли на себя достройку проблемных домов, присвоят статус специального проекта жилищного строительства на 10 лет, а не на 3 года, как это было ранее. Еще один важный вопрос касался земельных отношений. Был принят закон о предоставлении гражданам в собственность земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, принадлежавшие ранее колхозам или совхозам. Также решилось несколько кадровых вопросов. Депутатам представили нового парламентария от КПРФ Олега Еделькина, а также рассмотрели вопрос о продлении полномочий Екатерины Толчиной в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ульяновской области.